здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня я хочу рассказать буквально детективную историю о том как я участвовал в одной коррупционной как бы схеме и как мне удалось из этого выйти там будет и подделка документов и различные но как бы удивительные вещи вот думаю что это может быть интересно может быть кому-то даже полезно о том как выходить из этих ситуаций и так далее и так дело было где-то там в конце девянос так стоп ну короче говоря вы знаете что я занимался в свое время полиграфии и в процессе полиграфии значит мне естественно требовалось снимать помещение потому что у меня были станки у меня работали люди вот достаточно большое помещение требуется для производства поэтому я снимал помещение тира школьного ну вы знаете что в старые времена вот сейчас вы его видите старые добрые времена когда ну еще при социализме мы были самой мирной страной поэтому возле каждой школы строился тир но не каждой школы возле многих школ строился тир в котором ученики должны были осваивать стрельбу из винтовки и так далее вот такой тир длиннющий значит там площадь общая 350 квадратных метров он длиннющий крайне неудобное помещение видите окна там ну тир вот рядом стадион и дальше и дальше школа вот директриса школы была такая старая еврейка вот по внешности фаина раневская просто ей было за 70 лет наверное уже и драла она с меня деньги нещадно вот она до договор аренды составлялся на год в те времена и соответственно каждый год он перезаключался каждый год на новых условиях каждый год она задирала цены и кроме этого она еще в общем-то хотела чтобы я какие-то всякие приятности делал но в частности что честно говоря вот справедливости ради надо сказать что для себя лично она ничего не брала то есть эта женщина вот в 70 лет представляете старая она такая вот старой закалки она хозяйственник такой твердый вот и значит денег меня с меня надрала но себе лично ничего не забирала она там говорит на премии там уборщицам что-то там прикупить инвентаря какого-то или еще что то есть ей эти деньги были нужны потому что бюджет и деньги не давал вот и так значит каждый год мы зимой в начале каждого следующего года перезаключали этот договор ну и она постоянно повышала оплату и при заключении договора она требовалась меня чтобы я прошел ну чтобы проверку провел организовал проверку у пожарников ну и я также регулярно игнорировал эти ее предложения почему я игнорировал ну потому что все прекрасно понимают что раз пожарник значит деньги скорее всего будут поэтому значит вот так она говорит вот обязательно мне пожарника пройдем стоит сказать ну как бы чтобы от пожарника была бумага что там все в порядке потому что типография там типа сгорит я говорю но я понимаю что пожарник это деньги поэтому игнорировал все это ну а так как ей нужны были деньги за аренду мне нужно было снимать в общем сказать там в договоре был пункт что продляется автоматически то собственно говоря там месяц я продинамлю ее а ей нужно цены повышать и она всегда очень шла на то чтобы ну как бы мы перезаключали договор без всяких пожарников и все было чинно и мирно и так шли годы значит там постепенно значит повышалась аренда и вот однажды наступает очередной год и она говорит все вот на этот раз уже не прокатит юрий алексеевич иди к по к пожарнику и все без заключения пожарника я тебе договор не оформлю вот под хоть ты меня режь потому что все приказ сверху и я такой но значит я как всегда включаю динамо машину вот но тем не менее значит она начинает звонить горит прошел инструктаж там это прошел значит это самого пожарника и но где-то месяц я поволынил до меня доходит что общем сказать без пожарника мне не обойтись ну придется платить какие-то деньги еще и пожарнику судя по всему вызывая пожарника пожарник приходит и помещение старое убогая вот такое вот там есть чем придраться естественно вот и для того чтобы было к чему придраться я всегда значит там ну то есть пожарника есть чем придраться я думаю ну вот он сейчас придет сейчас принесет скажет таблички там план эвакуации там повести его ответственные за пожарное состояние и собственно говоря мы с ним договоримся как-то то есть вот он мне дал замечание их выполнил то есть нет ничего не стоит например и все но пожарник в общем пришел и по максимуму значит для того чтобы люди люди же не знают куда бежать в случае пожара да то есть это они знают когда вот приходят на работу да они заходят через дверь и выходят через дверь а если таблички не будет по мнению пожарника на двери что там выход да то они наверное полезут через окна что ли я не знаю короче говоря нужно повесить табличку выход на двери ну хорошо это первое требование второе требование естественно куда бегут люди в случае пожара в случае пожара люди не на выход бегут не не за противогазом люди не за нетушителем люди бегут естественно смотреть план эвакуации поэтому значит обязательно должен повесить план эвакуации это железно потом значит там журнал осмотра помещения ежедневно ска должен расписываться я я должен был провести инструктаж я вот но это все просто то есть я там сделал вот но были и существенные вещи да купить огнетушители в общем то я тоже могу согласиться потому что огнетушители они нужны вот там была перегородка одна фанерная он говорит обработать огнезащитным составом так вот это вот было уже необычно несколько ну и самый такой страшный пункт который был это сделать сигнализацию в этом помещении помещение одноэтажное если что-то загорится например да то все люди увидят что горит и убегут наверное или потушит вот а если загорится и там людей нет сигнализация завяжет то она все равно никого не предупредит то есть смысла в ней я не вижу абсолютно но вот он сказал поставить сигнализацию а это дорого вот и что происходит дальше смотрите я беру значит там естественно печатаю таблички выход печатаю план эвакуации значит созываю всех говорю слушайте если будет пожар бегите вон туда значит так нетушитель здесь поняли поняли распишитесь все результаты провел вот завел журнал значит там формальность чисто это без проблем потом значит самые страшные пункты до огнетушители огнетушители я купил потому что потому что они нужны просто это действительно единственный разумный пункт который абсолютно нужен огнетушители они помогают они тушат и они должны должны быть вот особенно в типографии там и материалов было легко спирт всякий вот химикаты там всего полна вот поэтому значит огнетушитель нужен и так значит обработать перегородку огнебиозащитным составом что делать значит я думаю так интересно он вообще сказать как это выглядит вообще огнебиосостав и и надо ли вообще это делать я поехал на рынок строительный и купил пузырек но за 5-литровый этого огнебиозащитного состава попросил человек чтоб не выписали я думаю интересно действует или нет а в то время я строил дом свой у меня в доме сказать но полно деревянных значит там есть деревянные конструкции которые в общем-то сухой значит попшикал этим составом абсолютно прозрачный не не цвета ни запаха как вода выглядит попшикал этим составом дал высохнуть там два дня сохла эта деревяшка и кинул ее в костер вы знаете не горит то есть было удивительно но дерево в костре не горит то есть она долго там лежала не горела потом начала обугливаться как-то но не горит очень крутая штука помогает ну я тогда поехал на рынок значит там купил сколько мне надо для дома этого огнебиозастава значит соответственно обработал весь свой дом все деревяшки которые были у меня этим огнебиозаставом пустые канистры привез туда в тир вот вот он чек зачем от фирмы купил естественно вот он чек вот значит я купил вот они пустые канистры видишь обработал значит все сделал и последний пункт сигнализации я значит прихожу к этому инспектору говорю слушай я все сделал давай подпишем ну ладно сигнализации только нет греть не без сигнализации не подпишу ни за что сигнализация нужно игры ну зачем там уговаривал ее как-то нет и все ну ладно а где ставить сигнализацию то чет такое вообще он говорит есть такая фирма о искра ведь вот там ты можешь купить сигнализацию и они тебе поставят все сделают я такой ну ладно я иду в эту фирму значит узнать сколько стоит сигнализация и но тогда деньги были другие значит 3000 долларов стоит сигнализация установка там все такое я такой блин не хочу платить 3000 долларов вот и у меня был один знакомый который занимается всякими этим пожарными сигнализациями ну по крайней мере на этой сфере и я звоню ему говорю слушай тут вот меня посылают мне заставляют сделать сигнализацию пожарную и заставляют купить и ооо искра говорю может где-то можно дешевле вот тот говорит а кто заставляет и гринут пожарный инспектор так понятно говорит это ооо искра в число учредителей входит этот самый начальник пожарной части инспектор от которой ко мне приходил он просто берет значит посылает инспектора и инспектор посылает клиентов ооо искра понимаете конфликт интересов на лицо коррупция но что такое коррупция вы знаете коррупция это использование служебного положения в целях в личных целях в целях на на лицо но как бы ну вы как получается инспектор меня не посылал конкретно он сказал что ну вот там можно я говорю но можно же в любой организации он гридов любой я думаю хрен ушки ребята вы от меня чего получите вот и говорю нет я куплю эту сигнализацию значит мне посоветовал друг мой частника у которого есть лицензия на установку сигнализации и я с ним договорился он говорит за тысячу сделаю тысячу долларов в три раза дешевле я такой давай делай ладно что делать но тут уже не обойтись все там каждый день звонит директриса говорит там типа ты сделал ты выполнил мои требования все выполняется ладно и значит устанавливает он мне сигнализацию этот частник я с ним расплачиваюсь по безналу все шикарно прикладывает лицензию прихожу к инспектору говорю все я выполнил все требования акта как выполнил а сигнализация сделала где сделал я говорю сделал вот бумаги все есть вопросы есть вопросы есть вопросов нет подписывать он начну ладно приходи послезавтра прихожу игры ну как ну понимаешь там говорит начальника не было завтра приходи хорошо прихожу значит завтра все нормально но компьютер и сдох прихожу на следующий день приходи завтра и починит починит и приходи завтра значит смотрю он за компьютером сидит то я говорю компьютер починиться все в порядке блин картридж и сдох у принтера что что ты будешь делать тут я понимаю что что-то здесь не так и я решил брать его значит смотрите в разговорах с директриса я включал динамо да значит там как бы брал директрису на измор значит тем что куда ты денешься здесь я тоже решил примерно так же только наоборот значит каждый день когда я ехал на работу прежде чем ехать на работу я ехал к пожарнику и узнавал что у него принтер сломался что забрали куда-то в починку что начальник уехал куда-то и так далее так далее и где-то ну дней через десять наверное каждый день я ездил я уже ему прямо сказал слушай ну чё сказать там деньги нужны что ли ну скажи их сколько нет деньги не нужны игры точно не нужен точно не нужны гарри ну тогда что вот начальник вот и короче говоря значит я спустя две недели директриса значит на наезжает все выезжай выселяйся договора нет значит ты меня от пожарника ничего я говорю я все сделал а он не подписывает вот принеси тогда подскать как бы заключу договор что мне оставалось делать друзья мои я работаю в типографии мы наносим изображение на бумагу любое и соответственно что я сделал я нашел какой-то документ с подписью этого начальника пожарного отдела и из печатью и я взял нашел бумагу такую же ну что мне стоит вот напечатал как должно быть значит постановление этого пожарника так сказать там даже на пишущей машинке по моему и значит его подпись через стекло сканируем печать значит там все дела поставили печать на документ шикарнейшую совершенно не отличить друзья мои то есть ну в типографии на работают я умею это делать короче говоря значит да еще и исходящий номер значит там поставив все часть по честь вообще железно значит не придерешься к документу подделал несу директрисе говорю всего сделал вот сигнализация стоит все и вот она подпись начальника она говорит ну и слава богу говорит хорошо значит я подшиваю это сделать давай договор все значит я понесла его на утверждение в гора но в гора но должны утверждать ну все хорошо начну такие мирные счастливы буквально через день звонит она через день вы понимаете то есть начальник гора но подписывает раз в неделю через день звонит такая ты где взял это заключение от пожарников но я понимаю что в общем-то опять обман раскрылся вот я говорю ну светлана даниловна вы хотели документ от пожарника вы его получили что вы хотите вот где-то его взял бегу но вы же просили требовали вы сказали нужную пожарник вот его сигнализация стоит все стоит вот он документ где-то его взял тигры чего ко мне пристали документа под таким исходящим номером пожарной части не обнаружилось я такой дорогая моя думаю ты не слава в гора но гора но это не пожарная часть как гора но могло узнать о том что пожарная часть не подписывала значит они связались пожарной частью это не входит в функции ребята все понимают что что-то не так почему зачем вот и я говорю слушайте ну вот она где ты взял этот документ я его подделал я нарисовал этот документ как подделал я говорю так подделал она горит что заключение фальшиво я говорю да где ты его взял я говорю сам сделал ты что изготовил да ты изготовил сказать подделал документы горда это же мошенничество говорит она игры нет мошенничество это преступление я преступление не совершал я знаю уголовный кодекс она такая подожди но это же подделка документа я горит в полицию на тебя сообщил говорю и что я говорю преступление это когда подделка документов с целью личной наживы для того чтобы получить ну какую то сказать как бы материальную выгоду какую материальную выгоду я получаю я просто не дал взятку пожарнику это преступление или как меня будут судить за то что я не дал взятку она такая а ты не такой простой как кажешься а я не собирался быть простым светлана данииловна на закал ладно я поняла ну соответственно позвонила на начальнику граната обо всем рассказала и собственно говоря договор был подписан а у меня все таки думаю почему же почему что случилось почему вот так вот и как то вот посмотрите еще раз как выглядит это помещение вот это тир с торца и значит мы ездили с торца забора тогда еще не было но через школьный стадион она запретила нам ездить вот здесь такой огромный огромный двор и мы проезжали через двор у меня всегда были натянуты отношения с жильцами двора вот и за в тюканин дом строить куда они его хотят втиснуть там и так далее так далее тут от тебя значит прохода не значит там постоянно мельтишишь с твоими машинами а тут целый дом построить хотят и вот тут у меня пазлы сложились понимаете то есть смотрите меня хотели выселить из тира под благовидным предлогом что я не прошел значит аттестацию ну вот у пожарников а я все сделал все требования выполнил подлец вот и значит что сделал начальник вороного он договорился с начальником пожарной службы они были друзья как потом оказалось о том что начальник пожарной службы ни за что не будет подписывать мне акт о том что и все требования пожарной безопасности выполнены таким образом я должен буду выселиться из этого помещения вот под таким предлогом и после того как я выселюсь значит помещение будет признано негодным к эксплуатации снести его к чертовой матери и вот вы видите сейчас за помещением этого тира уже построен давно этот дом который тогда еще только проектировался и насколько я понимаю в этом доме был бы еще один подъезд и в этом доме получила бы квартиру дочь вот этого самого начальника гурана то есть представляете какая схема то есть есть огромная строительная фирма москвичи и они решили построить дома они нашли на пустыре значит такое место более-менее но неплохо бы вот это вот помещение дурацкая которая мешает тира снести к чертовой матери они к начальнику гурана и горит слушай если ты снесешь это тир то мы тебе квартиру там дадим у меня тогда работала человек двенадцать наверное или шестнадцать у всех дети семейные люди сказать дети малые кормить их нечем вот я как бы малый предприниматель вот посмотрите как отношение к малому предпринимательству на во первых а вторых чиновник начальник гурана квартиру в качестве взятки нахер все значит интересы вот этих вот людей которые там работают в тире его можно сдавать школа бы получала вверенная ему организации получала бы доход нахер всех то есть сколько-то человек там на улицу да запросто ради квартиры вверенная ему значит там организации не получают доходы по фигу за взятку вот а кроме того смотрите эта квартира ведь строительная компания она должна получать прибыль и она будет получать прибыль и если она даст квартиру этому начальнику то что это значит а это значит что эту квартиру она не бесплатно даст она за нее заплатит заплатит жильцы которые купят квартиры в этом доме потому что в каждом доме заложена коррупционная составляющая то есть которая вот идет на вот такие дела выкуп площади выделение земельных участков наверняка вот если вы знаете кстати напишите об этом напишите вот и и за все это платят простые люди такие же как и мы с вами и эти люди которые платят они берут ипотеку они берут кредиты они работают на трех работах день и ночь чтобы эти мерзавцы бесплатно получали квартиру чтобы они выгоняли значит а за взятки вот людей предпринимателей понимаете какое дело и вот такое творится постоянно я в этом участвовал я сначала думал что директриса с меня хочет взятку но ну но не замечена она за этим потому что ну старая женщина на старой закалки она да она с меня драла все но ради школа все вот и она исполняет приказы начальника гурона а начальник гурона вот он такой оказался понимаете и получается что я просто вот был какой-то пешкой вот в этой игре между строительными девелоперами которые значит там не знаю там пик не пик вот и тоже сказать там локальным начальником который заведует всеми школами города вот такое дело ну сейчас да что было потом потом но посмотрите что было потом потом вот так сейчас выглядит этот тир потом меня оттуда таки выгнали но это уже были другие люди посмотрите вот здесь окна когда я занимал помещение окна были деревянные граффити уже начали расписывать она с меня требовала чтоб я закрашивал это график игры нафиг нет не надо вот смотрите окна вставили пластиковые и окна сейчас побиты то есть сейчас это помещение абсолютно бесхозно меня оттуда выгнали кто выгнал ну грубо говоря единая россия вот почему единая россия почему я так говорю потому что вот эту атаку я выдержал а потом потом к нам пришел мэр зашел он посмотрел горит да вот это помещение короче говоря там были выборы какие-то очередные и перед выборами единая россия решила отчитаться о том что она улучшает жизнь граждан но немалых предпринимателей потому что мало предпринимателей она кажется поддерживает но сейчас она решила отчитаться о том что она хочет устроить там зал спортивный для вот этих вот качков для борцов там и так далее штанги там гири и мне предложили в общем-то покинуть это помещение вот очень мягко сказали но не съехать ей придется вот но понятно что против единой россии я уже не попру и и дорого все это было вот и единая россия кстати отобрала это помещение у школы и они отобрали у меня это помещение они выделили деньги да когда я по я уехал оттуда когда я узнал что деньги в городском бюджете уже выделены для того чтобы оборудовать там спортивный зал деньги были выделены и освоены зал был оборудован окна вставлены все там было сделано выборы прошли зал оказался непопулярным его закрыли и здание вот вы видите сейчас в каком состоянии находится потому что она уже нахер никому не нужно вот его можно сдать конечно но кто же этим будет заниматься единой россии уже не нужно это потому что выборы прошли она победила отчиталась деньги освоены и так далее вот вот такое отношение и к предпринимателям и к частной собственности сейчас я хочу вот у вас спросить вот но как вы считаете я был прав или нет когда я подделывал документы и ну как бы вот вот так то есть понимаете подделка документу это я считаю не всегда преступление потому что когда подделка документа с целью не дать взятки и считаю что это нормально как вы считаете и может быть вот кому-то мои методы понравится я не знаю то есть как вы считаете вообще это нормальные методы или нет которым я вел там динамо динамил кого-то кого-то значит там давил ну вот так жизнь происходит напишите пожалуйста что вы думаете по этому поводу на сегодня все с вами был димитко юрий спасибо за внимание